Наступает период активного роста и цветения амброзии, пыльца которой вызывает сильные аллергические реакции. Меры по уничтожению сорняка в том числе должны предпринимать главы сельских округов, руководители всех здравниц и частные предприниматели. Соответствующее постановление подписано главой города-курорта. Сейчас тоже всем ополчится, буквально всем предпринимателям, фирмам, колхозам, совхозам, людям, частным секторам, организациям на борьбу с этим сорняком. Потому что борьба начинается, Россельхоз уже на заметку это взял, особенно касается вашего города, урока Ротанапа. Большое количество народа здесь отдыхает, и болезни аллергические, тут нам никому не нужны, лишние проблемы с медициной, поэтому мы начинаем работу с сорняком. И надеемся, мы достучимся до каждого предпринимателя. У нас в планах есть проверки юридических, физических лиц. Также у нас есть планы проверки, куда мы выезжаем на территории, принадлежащие совхозам, колхозам. Будем обнаруживать сорняк, и там уже меры административного воздействия. Что касается штрафа, в общем, на юр лицо это 5-10 тысяч, на расстоянии лицо это 500 тысяч рублей. Вопрос поставлен на контроль городских властей. Сотрудники управления сельского хозяйства, муниципального контроля проведут мониторинг и обозначат проблемные в этом вопросе участки. От амброзий в первую очередь должны быть очищены территории возле школ, детских садов, больниц. Буквально на следующий день после совещания наша съемочная группа совершила рейд в поисках зарослей сорной травы на территории города-курорта. Первая остановка в Виноградном парк «Слава» занимает почти 7 гектаров. Здесь много тени сахалей и укромных уголков. Трава везде скошена. Территория школы также чиста от сорняков. С начала весны газоны и стадион убирали от сорняков трижды. До осени запланировано еще три покоса. То, что амброзия начинает, образно говоря, поднимать голову, в округе знают и взяли ситуацию под контроль. Тесно взаимодействуем с руководителями учреждений наших, образовательных, медицинских, чтобы они держали свою территорию в надлежащем порядке. Завтра состоится у нас совет общественности очередной, на котором как раз будет рассмотрен вопрос о начале произрастания амброзии, подошло время активного роста. Поэтому будем разговаривать с нашими председателями ТОСов, чтобы нам давали информацию в кратчайшие сроки по тем нерадимым хозяям, которые не следят за своей территорией, ни внутри домовладений, ни с прилегающей территорией. Амброзия коварна тем, что ее семена могут лежать в почве годами и ждать благоприятных погодных условий, чтобы взойти. Это лето дождливое, и амброзия всходит повсеместно. Так что бороться с этим сорняком нужно не от случая к случаю, а одновременно всем и регулярно.